К другим темам. Открытие пляжного сезона в Омске отложили из-за высокого уровня воды в РТШ. Однако мечей это не останавливает. Купаются и дети, и взрослые. Причем зачастую в тех местах, где делать это запрещено. В итоге в оперативных сводках с 1 мая значится уже 15 утонувших, в том числе двое несовершеннолетних. Пчелная статистика даже выше, чем в прошлом году. Где в Омске точно купаться не стоит. Как вести себя, если начал тонуть, и как оказать первую помощь на воде, знает Данила Вожевский. От дома Олеся Афониной до РТШ несколько десятков метров. В прошлом году, высаживая цветы на своем участке, девушка услышала крики о помощи. Тонул мальчик. Его уже начало уносить на середину реки. Друзья на берегу не знали, что делать. Олеся, не раздумывая, бросилась на помощь. Я поняла, что если я сейчас не вытащу его, то его унесет далеко, на середину РТШ, и я уже не смогу ему помочь. Я доплыла до него и сказала, что мы сейчас будем цепляться за проплывающие коряги. Мы зацепились и так от коряги до коряги добрались до деревьев, а там уже пешком по болотистой местности на берег. Оказалось, мальчик решил перелезть через весь мост и упал в реку. Плавать умел, но не справился с течением. Тренер по плаванию Антон Масолов объясняет, даже те, кто долгие годы занимался в бассейне, не застрахованы трагедией на открытой воде. Утонуть легче, конечно, на открытой воде, потому что открытая вода сама по себе вызывает панику у человека, потому что большой объем воды, она мутная и состоит в течении, также может влиять на вот это последствия того, что человек может испугаться, правильно, да? Это дезориентация, то есть человек не может понять, не может определить расстояние, не может понять, относит его от берега или не относит. Вот это единственная причина того, что вот открытая вода или бассейн. В случае опасности меры по спасению нужно принимать незамедлительно. Это только в кино люди истошно кричат, когда тонут, призывая на помощь. В жизни чаще всего человек уходит под воду молча, сил на крик попросту нет. А вот адреналин в крови зашкаливает, поэтому, спасая утопающего, важно помнить следующее. Подплывать к нему только сзади, чтобы он не утащил вас под воду. Захватить человека можно за подмышки или за волосы. Голову тонущего важно всегда держать над водой. Ну и как можно быстрее вытащить его на берег для оказания первой медицинской помощи. Главное правило оказания первой помощи – не навредить. Поэтому сначала нужно узнать, дышит ли человек и бьётся ли его сердце. Освободить лёгкие от воды, положив человека себе на колено. Если же пульса нет, приступать к реанимации. Основание ладони помещается на среднюю часть грудины. Нависаем над пассажем строго вертикально. Если это подросток, можно использовать одну руку. Если человек взрослый, можно использовать две руки для усиления движений. Прикладываем вторую руку сверху. И строго вертикально, не сгибая ладони, локти, мы производим массажное движение. 30 массажных движений. Вот таким вот образом. Затем нужно провести искусственную вентиляцию лёгких. Перед этим удалив посторонние предметы изо рта пострадавшего. Позже его обязательно нужно показать врачу. Но чтобы трагедий было меньше, сотрудники МЧС постоянно выходят в рейды на катере. Спасатели патрулируют городские пляжи и несанкционированные места купания. Нарушителей остаётся лишь убеждать. А есть ли какая-то мера наказания для нарушителей, для пловцов в неположенных местах? Таковой меры наказания за это нет. Ну, убеждение. Доводим статистику несчастных случаев. На кого-то это действенно, на кого-то нет. И какова ваша статистика? Ну, в данный период, с 17-го года, на данный момент, уже погибло на реке Иртыш и озёрах области 21 человек. Двое детей. Спасатели дежурят на каждом из официальных омских пляжей. Но даже на них забывать о безопасности и нарушать элементарные правила не стоит. Данила Выжевский, Павел Ходынский. Омск здесь.